Друзья, прекрасный день, суббота продолжается на Дребетовой. Меня по-прежнему зовут Онегин, ничего не изменилось за эти 10 минут моего отсутствия в эфире. Правда, такого не скажешь о зеленом стуле, как называю, я место рядом с собой. На этом стуле появился новый для нашего эфира человек, не был ни разу еще, правда, присутствовал в нашей студии, видел, как это делается с его подопечными, с людьми, с которыми он сотрудничает, которые тоже присутствуют сегодня в студии. Например, певица Джо, я попрошу ее показать, она сидит скромнее. И наблюдает за процессом, друзья. Валерий Сибекин у нас сегодня в гостях. Валерий, здравствуйте. Очень приятно. Клипмейкер, режиссер, оператор, режиссер-постановщик. Я не знаю еще, какие титулы вам придумать, Валерий. Ну, не знаю, вы вот перед эфиром сказали, что заходили в Google, пытались прогуглить и мало информации, но, наверное, как о режиссере, операторе, наверное, да. Больше, больше все-таки это ваши, да? Да, я раньше просто немножко другим занимался. Это только последние 2-3 года. Клипмейкеры? Клипмейеры. Записали себе в эти ряды. А до этого? До этого я был режиссером-постановщик, театральных шоу, концертных шоу, театральных шоу, балетных шоу. И какие концертные шоу? Это и компания, с одной очень известной во Франции, группа Артушина. Я 12 лет с ней поработал. И как бы ближе был к такому более немножко другому искусству. Ну, как-то так сложилось, потихонечку это все перетекло. И, во-первых, это мне было всегда интересно, ну, просто с развитием технологий цифровых и оборудования, и все остальное, это стало очень доступно, доступно для ненужного иметь какой-то мега-бюджет, чтобы сделать какой-то продакшен, не надо никакие там миллионы тысяч долларов, достаточно там какой-то круглой суммы, чтобы, да, просто... И, естественно, желание, талант. Но я просто всегда считал, что есть в нашей жизни такие профессии, ну, которым нельзя научить. Ну, то, допустим, вот вы вообще кем работаете? Я слезарь третьего разряда. Ну, я серьезно. Плотник. Ну, я ведущий. Ну, я имею в виду, что, вот, допустим, есть профессия, допустим, диктор на радио, да? Да. Вот, допустим, диктор на радио. Ну, я не понимаю, как человека можно научить импровизацию. Вот я не понимаю. Это невозможно. Это невозможно. Но есть такие профессии, которые просто-напросто, ну, если человек чувствует, у него получается, он начинает пробовать, и там, ну, и это приходит уже как-то с опытом, какой-то, с каким-то багажом работает. Ну, то же самое у меня как-то получилось, но мягко перетекло из одной, как бы, деятельности в другую. Из одной в другую, да? И просто то, что я делал на сцене, теперь это вмещается в какую-то картину. После того, как вы описали очень позитивно, мне понравилась очень работа ведущего, диктора на радио, как вы это называете. Нет, я имел в виду наоборот. Ну, это неважно совершенно. Главное, что вы описали это все очень позитивно и хорошо. Это совпадает с тем, как отношусь к этому я, как относится к этому моя мама, и не совпадает с некоторыми людьми, с их мнением, когда они говорят, ну, что ты пришел, потрындел, и денег тебе дали в конце месяца, и все нормально. Всегда говорю, ну, сядь, потрынди. Да? Сядь, потрынди. Вот я точно так же предлагаю. Или возьми, сделай. Или вот иногда говорят, ну, я имею в виду во внимание, хорошие, допустим, балеты там или артистов каких-то. Ну, что там они танцуют, ноги задирают и все. Ну, так пойди, позадирают. Конечно, да. Или в футбол играют. Ну, вот наши футболисты такие-сякие, вот они вечно там в какие-то истории попадают, а вот на футбольном поле никуда они не могут попасть, там, и не могут бегать. Ну, ребята, ну, попробуйте вы. Знаете, я всегда, вот мне интересно было, я иногда читаю тоже эти все дела. Знаете, чтобы ответил я. Это люди, которые, наверное, ничего, может быть, не пробовали, не пробовали через себя это все, понимаете. Если бы я был на месте этих людей, я бы отвечал людям, которые мне предлагают, ну, попробуй. Я не могу, я натурал. А ведь между футболом и шоу-бизнесом украинским очень тонкая нить, согласитесь, Валерий. Вот, кстати говоря, вы думаете, мы только поговорить, Валерия сегодня пригласили? Нет же, друзья, давайте же посмотрим на одну из работ Валерия Сибекина в качестве клипмейкера, клип на песню Ангелии ВКонтакте «Мы». Прямо сейчас на Dream TV. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! В контакте мы с тобой, это просто, искать и находить без вопросов, не будет сообщений без ответа, и наш роман лишь в мире интернета. В контакте мы, в контакте мы, и вновь сбываются мечты, и хоть на миг, и хоть на час, нет в мире ближе, ближе нас. В контакте мы, в контакте мы, и вновь сбываются мечты, и хоть на миг, и хоть на час, нет в мире ближе, ближе нас. Ты в Киеве, а я на Карибах, но расстояние преодолимо, зайду в контакте, и вновь сбываются мечты, и хоть на миг, и хоть на час, нет в мире ближе. В контакте мы, в контакте мы, и вновь сбываются мечты, и хоть на миг, и хоть на час, нет в мире ближе, ближе нас. Субтитры сделал DimaTorzok В контакте мы, в контакте мы, и вновь сбываются мечты, и хоть на миг, и хоть на час, нет в мире ближе, ближе нас. В контакте мы, в контакте мы, и вновь сбываются мечты, и хоть на миг, и хоть на час, нет в мире ближе. В контакте мы, в контакте мы, и вновь сбываются мечты, и хоть на миг, и хоть на час, нет в мире ближе, ближе нас. В контакте мы, в контакте мы, и вновь сбываются мечты, и хоть на миг, и хоть на час, нет в мире ближе, ближе нас. В контакте мы, в контакте мы.